Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос, ваш текст. Итак, скажите, пожалуйста, что мне делать, чтобы перестать нервничать из-за всего? Люба, ну вы понимаете, что тот факт, что вы нервничаете из-за всего, свидетельствует о том, что вы через шир близко к сердцу, возможно, принимаете то, что, к примеру, с вами происходит. То есть, вот, в прямом смысле этого слова, через шир, близко к сердцу вы это принимаете. И, на мой взгляд, нужно разобраться именно с тем, почему вы так близко к сердцу это принимаете. То есть, грубо говоря, почему вас задевают, задевают те или иные вещи. Почему вас беспокоят, к примеру, те или иные вещи. Почему вам тяжело и, допустим, ну может быть тяжело, неприятно слышать или чувствовать или видеть те или иные вещи. То есть, это, мне кажется, очень важный такой момент, на который вам желательно обратить свое самое пристальное внимание. Да? То есть, дело здесь не в том, чтобы перестать нервничать конкретно. А дело здесь в том, чтобы постараться определить, что стоит за вашими нервными переживаниями. Вот. Что стоит за вашими, ну, за вашими, за вашими нервами. Вот. То есть, мне кажется, что это очень важная история. Которую желательно бы, на мой взгляд, поисследовать. Вот. Чтобы лучше понимать, что с вами происходит, как с вами происходит и так далее. То есть, это будет мне кажется очень, очень важно для того, чтобы понять, что вы хотите, что вы нуждаете. Дальше. Я вечно нахожусь в напрягах впечатлевым. Иногда мне даже кажется, что мне не о чем подумать. Это, конечно, крайне такое, я бы сказал, поверхностное, может быть, утверждение. В напряге вы находитесь из-за чего-то, да? То есть, нужно понять, из-за чего вы находитесь в напряге, почему вы находитесь в напряге. Вот. А то, что вам не о чем подумать, это все же немножко, на мой взгляд, другое. То, что вам именно не о чем подумать. Это, может быть, связано с другими аспектами, такими, как, например, то, что вы, может быть, спешите чересчур. То, что вы, может быть, боитесь один отчества, ну, боитесь одна, думает он человек именно наедине с собой, а не тогда, когда он, значит, находится с кем-то. Вот. Понимаете, какая история. И, на мой взгляд, этот момент, его нужно, также, поисследовать. На мой взгляд, этот момент нужно поисследовать, потому что, если вам не о чем подумать, значит, вы не находитесь, в гармонии с собой, возможно, 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 вы боитесь оставаться наедине с собой. Вот. То есть, это очень важный аспект, который, на мой взгляд, нужно, также, поисследовать. Вот. Если вы, например, хотите о чем-то подумать, да, то тут очень важно, о чем именно. О чем именно вы хотите подумать, да, что именно вам интересно. Опять же, чтобы о чем-то думать, нужно, чтобы это было вам, в первую очередь, интересно. Да? То есть, так вот, ниоткуда, ниоткуда ничего не возьмется, к сожалению. Дальше. Раньше я думал о человеке, который мне сильно не нравился, однако сейчас постарался его забыть, ибо считаю плохим. Ну, я бы сказал, что, опять же, думали вы о человеке в контексте своих потребностей, в контексте своих желаний, вероятно. 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 И, если вы о нем думали все время, то, возможно, вам хотелось этого, возможно, вам хотелось этого, возможно, вам хотелось о нем думать. И, на мой взгляд, нужно преследовать, почему вам хотелось о нем думать. Опять же. То есть, вот именно почему. Чего вы хотели в контексте, ну, в его контексте, вот, например. То есть, это очень важная такая история, которую, на мой взгляд, тоже нужно разобрать. Ну, желательно. 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 Разобрать. Вот. Дальше. Так, кто это вы считаете его плохим? Ну, здесь я не могу не сказать, что достаточно детская композиция, потому что, ну, что значит плохой? Да. Да. То есть, что значит плохой. Ммм. Вы и так судите о людям, какой плохой человек, какой хороший человек. Ммм, но ведь это очень относительно понятие, какой человек плохой, какой человек хороший. И мне кажется, что мысля и позиционируя людей так, вы рискуете, ну, вы рискуете очень необратно сузить границы. Существует того, как вы воспринимаете людей, других людей. Поэтому, мне вот кажется, что с этим надо бы поработать. Ммм, образно говоря. Вот. То есть, что значит плохой? Почему вы решили, что он плохой? Именно плохой. Дальше. Как мне поднять самооценку? Смотрите. Самоценка может подняться благодаря следующим действиям. Во-первых, вам желательно делать по своей жизни, по жизни, то, что вам нравится, то, что имеет некую такую живую обратную связь. Именно живую обратную связь. То есть, то, что имеет. Вот. И с другой стороны, принять себя. То есть, принять себя, принять свои чувства, свои эмоции, свои желания, возможно. Свои переживания, возможно. Вот. То есть, это вот, эмм, то, что вы можете сделать. Вот. И в этом вам, скорее всего, понадобится помощь психолога, потому что сами вы, скорее всего, с этим не справитесь. Это достаточно такой трудоемкий процесс. Вот. Так что, для понятия самооценки, для личностного роста обращайтесь к любому выбранному вами психологу. Вот. Дальше. Перестать вечно переживать, да? Соответственно, определить, как вас занимают события, которые происходят вокруг вас, ну и с вами. Следить за временем. Вот. Следить за временем – это очень интересный момент. То есть, получается, что вы боитесь опоздать. Так я понимаю этот момент. А боитесь вы опоздать? Почему? Да? Да? То есть, ну вот, по какой причине вы боитесь опоздать? То есть, это вот, мне кажется, тоже то, что нужно, нужно, поисследовать вам. Вот. Ибо это, это очень важный момент. Дальше. Так. Главное, настолько сильно зависит от друзей, так как вот на нем постоянно думаю о встречах с ними. Ну, здесь я бы, наверное, сказал, что это, опять же, личностный рост. Личностный рост и самодостаточность. Вот. То есть, определенная работа над собой в данном направлении вам, конечно же, поможет решить эту проблему. Вот. Не сразу, постепенно, но поможет. Вот это все решить. Так что, вот. Так. Я думаю, можно вам ответить на вопрос, который вы задаете. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго. Удачи. И надеюсь, что ваша ситуация разрешится. Спасибо. Спасибо. Удачи. Удачи. Продолжение следует...